здравствуйте друзья мы живем в мире баланса ну не обязательно баланс существует да но система стремится к балансу помните была такая замечательная формулировка не знаю в этом школе проходили или нет как михаил васильевич ломоносов сформулировал закон там сохранения о материи да и он там говорил что если в одном месте чего-то у было то в другом месте того же самого и в том же количестве прибыла понимаете вот так вот он на самом деле если вот мы посмотрим на закон сохранения энергии все там пятом классе на там физику изучали в школе так мы не будем к физике сильно обращаться но тем не менее разные виды энергии понимаете и они так норовят один другой перейти могут да вот там механическая там какой-нибудь электрическую там скажем кинетическое там динамически то есть они каким-то образом связаны все вот значит если туда пошло сюда пошло компенсация происходит баланс вот о балансе значит деньги это в общем то то же самое та же самая энергия одна из форм одна из форм энергии когда человек говорит я хочу чтобы у меня было много денег это значит что он хотел бы получить какую-то энергию вот в таком формате бывает другая энергия какая-то еще энергия и мы получаем компенсацию в тех единицах в которых мы хотим кто в рублях кто в долларах понимаете кто в деньгах кто в уважении общественном положении ну я не знаю там самоуважение там ощущение себя кем-то или чем-то статусности и так далее это все какие-то энергии и одна в другую вот переходит что-то можно купить за деньги а что-то нельзя и вот деньги есть такой баланс который так вот мы назовем это не не я не я придумал значит баланс брать и давать давайте история как вот у вас что-то есть вы можете дать то что у вас есть ну в том виде в той форме энергии которая да у вас наличествует а получить обратно в другой форме там этой энергии которую вас например нет ну скажем вот деньгами и вы не можете получить денег ну то есть какой-то энергии без того чтобы дать какой-то энергии другой понимаете то есть вы должны как-то обработать вот ну что-то такое преобразование какое должно произойти уже было что-то вот она и без вас было а вы к нему приложились то есть возникла какая-то дополнительная энергия которые которую вы создали тогда вот и она к вам вернулась эта энергия виде ну скажем денег так вот баланс брать и давать я я не хочу очень так философский расспылиться я хочу чтобы вы поняли суть того что я говорю она простая есть баланс брать и давать вы не можете брать 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 и получать 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 и ничего не давать так не бывает есть невероятное количество людей, которые норовят оптимизировать свою жизнь на основе того, чтобы получить максимум на нулевое, так сказать, вложение. Да, вот ничего не делать. И действительно в жизни, в современной например, да, люди не умирают там на улице от голода или болезни. Их подлечат, их накормят там, поселят и так далее. То есть как-то так вот. Ну, во всяком случае, в США есть такая структура социальная, да, и в Европе, там, и в Канаде, где угодно. В развитых странах есть. Поэтому вроде бы он ничего не давал, а что-то получает. А еще, знаете, так, нелегально так, вот раз так подпольно никому не докладывает, а тут подработал, там подработал, там пару тысяч в месяц подработал, да плюс еще получил. Там, да, значит, жильем каким-то там субсидированным, там, футстемпами, я не знаю, там, талонами на питание. Медициной бесплатной. Вроде столько нахапал, еще, еще там подработал незаметно. То есть у людей разное понятие того, что такое. как бы, деньги, много денег, и откуда все это берется. Так вот, люди, которые пытаются идти по пути, получить что-то, не давая ничего, или давая там в 10 раз, 20 раз, 50 раз меньше, эти люди обречены. Это все равно, что вот, допустим, там, перпетум мобили, да, вот это вот, вечный двигатель создавать. Сам по себе генерит энергию. Ты не можешь сам по себе ее получить. Ты должен что-то дать туда, может быть, другую энергию. Энергию ветра, энергию, там, я не знаю, вот речки, которая течет, или там морского течения, солнца. Но, понимаете, вот одна энергия, она становится там электрической. Ну, пожалуйста, да. Или там, наоборот, крутит мельницу, там, механическая какая-то энергия. То же самое, то же самое происходит с деньгами. Вот есть мир вокруг вас. Значит, вы что-то в мир дали, и что-то получили. И деньги не единственный формат, не единственный вид энергии, в котором вы можете получить отдачу, компенсацию за свой труд. Для многих людей деньги совершенно несущественны, вторично, третично, там, причем тут одно к другому. Вот. Значит, первый вывод, который я хотел бы, чтобы у вас осел хорошо в голове, я только что сказал, вы не можете ничего получить, ничего не давая. Первое. Второе. Есть люди, которые, они как бы пытаются расчет такой вести. Вот я вот тут дал, вот настолько, а ты мне вот там дал, дай мне вот настолько. Это не ходит, вот пытаются вот эту такую бухгалтерскую, такую работу проводить, мелкую. Это логика человека, живущего на зарплату, и получающего зарплату. Это не логика человека, который создает что-то большое, за что ему придет потом много денег. Это логика человека маленького, который говорит, вот я тут 8 часов отработал, мне дали там 3000 долларов. Пойду-ка я поищу другую работу, может быть там будет 3200, а потом через годик там чему-то такое, пойду, я тут 3500. Понимаете, и глядишь, он там за 10 лет с 3000 дорастет, там до 400, до 4200. И он будет думать, что он как бы сильно вырос там, кстати, да, как вырочек. Вот. Ну, это логика человека, который пытается вот не дать. То есть он не отказывается вообще давать что-то. Он говорит, ну вот я вот это дал, а ты мне вот на это дай. И вот он эту калькуляцию все время, чтобы не дай бог лишнего что-нибудь не сделать, неоплаченного. А то, знаете, ты сделал, а ему не заплатили. Вот. Человек, который идет на большую задачу, которая дает в мир много чего, которая приносит ему обратно из мира много чего, этот человек не занимается вот этой вот калькуляцией мелкой. Он отдает по максимуму. Очень существенно, очень существенно. Просто отдавать по максимуму. Вот это второе правило, которое я хотел бы, чтобы вы зафиксировали свое, сознание. То есть первое, нельзя получить не отдавая. Второе, отдавать надо по максимуму. Отдавать надо, не спрашивая себя, а что конкретно мне за это дадут, когда дадут, и в каком количестве. Если этот вопрос вас занимает, вы просто занимаетесь не своим делом. То есть когда вы занимаетесь своим делом, вы получаете удовольствие от того, что занимаетесь своим делом. Иногда люди не очень деньгами за это получают, а просто получают радостью жизни там и так далее, и так далее. Но если вы даете в мир, вот туда, как дали, шахнули, чего-то такого, вот, значит, соответственно, вам оттуда приходит. Не будете ничего давать, ничего не придет. Будете немножечко давать, немножечко придет. Ведь люди, которые получают много, они не считают там время, они не считают усилия, они просто это делают, потому что так надо, они так живут, это их способ жизни такой. Вот, вот, собственно, и все. Я не знаю, был ли я убедителен сегодня, друзья. Василий Куча, подумайте над тем, что я сказал, подумайте. Наверное, третьим правилом, я, наверное, так сформулирую, значит, первое, что нельзя получать, не давая, второе, что давать надо по максимуму, на пределе. Ну, не в ущерб здоровью, но, конечно, семье там или что-то, мы, ну, что, понятное дело, вот, без экстримов, без каких-то вот. Но, третье правило, если вы не отдаете по полной, и, и, так, чтобы иметь с этого удовольствие, и так далее, а вот вам кажется, ну, вы начинаете считать, пересчитывать, подсчитывать, и так далее, вместо того, чтобы радоваться возможности отдавать по полной, вы занимаетесь, скорее всего, совершенно не своим делом, вам надо искать другое дело. Вот так бы я сказал. Счастливо, ребятки.